В каждой единице контента мы должны и себя транслировать, и людям интересно делать, и себя как эксперта продавать. Сторитейлинг абсолютно помогает это делать. Когда мы говорим про сторитейлинг повседневный в контенте, то у меня возникает ступор. Я живу, я не успеваю рассказывать истории. Я всегда использую сценарный принцип в работе с текстами. Ты все показываешь через действия и при этом раскрываешь суть. На самом деле две самых популярных темы среди блокбастеров, бестселлеров, хитов — это любовь и работа. Если контент интересный, то за ним следят. Марина, приветствую тебя. Рада тебя снова видеть. За глаза тебя называют королевой сторитейлинга. Это не случайно. Ты умеешь рассказывать истории. Я понимаю, что в 10-минутном ролике невозможно научить нас, но, возможно, ты дашь какие-то инструменты сегодня, которые позволят нам из событий нашей жизни формировать истории, которые будут нас продвигать, продавать, вовлекать. Абсолютно, да. Очень люблю истории, потому что, во-первых, для эксперта и для любого онлайн-проекта — это очень благодарный жанр. Потому что проще всего, опять же, рассказывать про свой опыт. И это интереснее всего, потому что на самом деле нам интересно всегда знать про работу других людей. Знаешь, как считается, что про работу никому не интересно — это большая ошибка. Проводили специальное исследование, и на самом деле легко очень можно перепроверить результаты этого исследования. Какие темы самые популярные? Вот среди блокбастеров, среди бестселлеров. Как ты думаешь, что это за тема? Какие темы самые? Провалы какие-нибудь? На самом деле две... Путь героя. Не совсем так. На самом деле две самых популярных темы среди блокбастеров, бестселлеров, хитов — это любовь и работа. Люди любят смотреть про любовь и читать, и любят смотреть и читать про работу. И очень легко проверить мои слова. Можно просто открыть кинопоиск, посмотреть там первые топ-20 фильмов или первые топ-20 сериалов, и мы обязательно там увидим фильмы и сериалы про работу. Это тот же «Доктор Хаус» и так далее. Даже «Во все тяжкие» — это тоже сериал про работу. А, ну да, точно. У нас же там была «Скорая помощь» тоже про работу. «Рабонизаура» тоже про работу. Абсолютно, да. Ну да, на части, да. Да, поэтому это самая популярная тема, поэтому нужно просто действительно понять, что про работу, про нашу, людям интересно. Нам же всегда интересно узнать вот это за кулиси, да, как мы создаём свои проекты, особенно когда уже люди становятся такими известными на рынке, например, как ты. Ну интересно же, да, как ты готовишься к съёмкам. Как ты героев выбираешь, как ты там готовишься к интервью. Я чувствую, что я не дожимаю стори-теллинг по поводу… Серьёзно, я даже… Абсолютно, абсолютно. Я же слежу за твоими соцсетями, у тебя много полезного контента, но вот этого… Я поняла, у меня много полезного контента и мало человечего. Да, причём такого вот человечий контент я тоже абсолютно… Почему я, как я работаю со стори-теллингом, у меня свой подход. Я не люблю, когда… Знаешь, есть такое деление на рынке, 60% контента должно быть развлекательного, 30% полезного, 10% информационного, или там 30% полезного, 10% продающего. Это механическое деление. Я, правда, не знаю такой линейки, которая бы там помогла бы разделить информационно-развлекательные продающие. На самом деле, в каждой единице контента мы должны и себя транслировать, и людям интересное делать, и себя как эксперта продавать, либо свой продукт, в зависимости от того, на каком этапе запуска мы находимся. И стори-теллинг абсолютно помогает это делать, потому что, когда ты создаёшь с душой какой-то продукт и начинаешь про это рассказывать, люди в этот момент хотят его купить. И очень шаблонное то же представление о том, что такое продающий пост. Да, вообще, что такое вообще стори-теллинг? Смотри, стори-теллинг для меня история. Вот мы в личном брендинге используем такую технику, которая называется легенда. Когда человек выбирает в своём пути 3-5 историй, которые его сформировали, привели его вот к этой конфигурации личного бренда. Но это такие истории, знаешь, которые рассказываются со сцены, и человек плачет. А когда мы говорим про стори-теллинг повседневный в контенте, то у меня возникает ступор. Я тебе объясню, почему. Потому что у меня так много других задач, процессов, что для меня история, у неё есть начало, у неё есть процесс логический, и потом есть кульминация, и есть какое-то завершение, вывод, например, да, вот так вот, должно быть, там, подняли, опустили. Я, может быть, не права, ты сейчас всё это исправишь, скажешь, что можно немножко по-другому. Вот такая история. И я могу начать, у меня сколько раз было, я начинаю утро, какую-то историю, потом меня закручивает водоворот событий, людей, впечатлений, я где-то там что-то вспомню, что-то выложу, крупицу, а потом в конце еду с счастливой, довольной домой, думаю, да, ну, и пофиг с этим стоит. И у меня постоянно обрывается, сторителлинг обрывается просто, кайфово с жизнью. Понимаешь, я живу, я не успеваю рассказывать истории. А что делать? На самом деле, вот эта драм-структура, про которую ты рассказала, завязка, кульминация, развязка, я её тоже люблю, она действительно классная, и я её даю как базовую структуру на своих курсах, мы прямо разбираем, как с этим работать. Но есть проблема, когда мы используем только эту структуру, или, например, про сторителлинг ещё очень многие слышали «Путешествие героя». Вот мы пытаемся использовать эти «Путешествие героя». Но «Путешествие героя» — это всегда история большого восстановления. Это те же «Звёздные войны», да, там, значит, герой жил в отчим доме, его получил зов странствия, отправился на зубовку. Вот приведу пример. Структуру «Путешествие героя» я использую, когда я делаю какое-то экстра событие. Вот, например, мы в прошлом году запускали нашу алхимическую игру, и вот она была игра, и у нас было большое событие. И вот был момент, вышла игра, потом нужно её презентовать. И тогда я подсвечивала крупицы этой истории, чтобы прийти к кульминации и потом заземлить. И вот когда цикл длинный, 2-3 месяца, тогда понятно, можно развернуться, сложности меня не понимают, это правда всё было. То есть там контента просто, жизнь столько контента даёт, просто только успеваю рассказывать. Но как это делать в реальности адекватной, когда я живу, когда у меня куча ролей? Абсолютно, да. Более, знаешь, вот ты сказала экстра события, тогда «Путешествие героя» подходит. То есть длинный такой путь. Да, да. Ещё путь героя когда подходит? Когда нужно рассказать какую-то историю своего становления. Ну, многие даже... Прошлое. Многие блогеры, многие авторы так делают. Они даже к запускам могут подготовить какую-то цепочку с 10-15 постов, где они рассказывают, как они жили в маленьком городе, как у них всё было сложно, и как у них сейчас всё хорошо. И рассказывают это в течение какого-то длительного цикла. Ну, опять же, вопрос. Насколько это подходит для повседневного контента? Насколько мы каждый день можем рассказывать о том, что как мы жили в маленьком городе? Это уже вызывает баннерную слепоту, и никто уже не хочет это читать. Поэтому для повседневного контента нужно, во-первых, просто забыть вот про это «Путешествие героя» и понимать, что да, это великолепная модель, по которой создаются блокбастеры, но мы её можем использовать действительно в каких-то... Ну, 2-3 раза в год. Мы её не можем использовать постоянно. Если мы говорим про повседневный контент, опять же, мы здесь возвращаемся к тому, что интересна история про работу, интересно то, как мы в этой работе проявляемся. И я рекомендую всегда выбрать одно некое событие, некую отправную точку и рассказать про неё. Потому что действительно есть... В день, да, потому что это вообще позволяет оптимизировать задачу, потому что, например, я как предприниматель, я не люблю сидеть и весь день вот утыкаться в сторис. Ну, я просто не буду так делать. Я в этом смысле вообще очень ценю своё время, внимание. Мне важно быть в моменте здесь и сейчас. Если я пришла, например, на встречу или на обучение, мне важно быть с человеком, а не вот так в телефоне сидеть. Поэтому я как люблю делать? То есть вот у нас прошёл день, да? Ты выбрала какое-то событие, которое было для тебя самым ярким, эмоционально значимым вечером или на следующий день. Тут уже кто как любит, кто жаворона, кто сова, кто утром, кто вечером. Выбрала событие и раскрыла его с разных сторон. Вот сделала такую сторителлинговую цепочку, когда ты показываешь, почему тебе это событие зацепило, почему оно было для тебя важным, как оно тебя раскрывает как эксперта или твои ценности. Сделала вывод, может быть, на продукты, если у тебя какая-то продажа идёт, да? Может быть, просто на свой подход экспертный. И получается классная, целостная сторителлинговая цепочка, которую, например, её можно и в посте использовать, можно использовать в сториз, то есть отдать своему контент-мейкеру или визуальщику, и он это всё оформит и выложит в сториз. И у тебя уходит при такой практике вот реально 15 минут, чтобы найти время вечером или утром, это просто прописать и дальше отдать в работу. И не нужно утыкаться в телефон. То есть я проживаю день, наступает вечер, что если я сова, то я вечером сажусь, рефлексирую, выкладываю это в цепочку и выкладываю скопом. Да. Да, то есть ты так делаешь? Да, я абсолютно так делаю. Причём, опять же, если контент интересный, то за ним следят. И неважно, как это его выкладываешь, например. То есть я, опять же, в силу того, что у меня есть много других задач, работа над курсами, работа с клиентами, я не буду в течение дня отвлекаться на сториз. Это просто моё принципиальное решение. То есть я выделю на это 15 минут, выложила, и люди досматривают такие цепочки, потому что там есть связки, там есть переходы, там есть понятный вывод, и там есть понятный классный сторителлинг. И почему я советую выбрать одно событие? Потому что на самом деле, когда жизнь насыщенная, вот я проводила прям такой эксперимент, что вот в день у нас где-то 6-8, может быть, разных событий. Ну, вряд ли у нас будет по одному событию в 3 минуты, да? То есть обычно 6-8 ярких событий. На самом деле, про каждый из них можно сделать классный сторителлинг. Поэтому, но у нас нет задачи делать такое количество контента. Нет необходимости. Поэтому я всегда рекомендую выбрать самое яркое. Про него рассказать действительно интересно. Раскрыть его суть, раскрыть его значимость. Делай так, чтобы этот сторителлинг работал на тебя и задачи твоего бренда, чтобы он ввел туда, куда тебе нужно ввести. И потратить на это 15 минут, и всё. Хорошо. Я часто использую такую фишку, когда ко мне приходит крутой эксперт, я ему говорю, а давай меня разбери, мне дай обратную связь. Вот давай на примере вот сегодняшнего дня. Вот у меня сегодня день насыщенных съёмок с 8 утра до 9 вечера. Мы снимаем, у нас 7 героев. И вот у меня есть аудитория предпринимателей, которые только хотят запустить видео, да? Хотят запустить YouTube-канал. А у меня эта история выстроена, построена, поставлена на поток. Она структурирована, делегирована, управляема. И для меня абсолютно комфортно. Для меня это праздник. Да? Вот как, что здесь, вот как мне здесь, ты говоришь, вот я смотрела, твой сторителлинг недостаточно сторителлинговый. Вот как вот докрутить? Да, ну вот смотри, у меня уже, я поняла, да, у меня есть идея, как это можно сделать. Смотри, нам важно всегда внимание зацепить. Я бы прямо начала с того, вот что ты говоришь, что для тебя интервью – это праздник. Ты в красивом красном костюме, для тебя это праздник. Это очень кайфово, это очень продаёт и раскрывает тебя. Ты показываешь какую-то, вот, собственно, свою красивую одежду. Это, опять же, если в сторис ты делаешь, это яркий визуальный контент. И потом ты переходишь к тому, ты можешь, например, как раз рассказать, как у тебя выстроены съёмки. Это же очень интересная кухня. Вот даже я у тебя сейчас, я не знаю до конца всех подробностей. Это очень интересно, если ты даёшь, например, какой-то вот там лайфхак, например, или алгоритм того, как у тебя это работает. Когда ты собрала, например, на один съёмочный день, семь человек, ты в процессе переодеваешься, то есть ты даёшь и рассказываешь про свою схему, и это уже для многих будет лайфхак. А может ли, вот я сегодня по итогам этой съёмки хотела выложить как раз пост в Телеграме, я обычно так не делаю, поэтому я прошу меня фотографировать сегодня со всеми героями. Может ли этот сторителлинг быть постом? Не обязательно сториз же выкладывать, а постом. Абсолютно, да. То есть вот на самом деле тот сторителлинг, который я делаю, я всегда использую сценарный принцип в работе с текстами. То есть что это значит? Можно, например, в текстах описывать эмоциональные переживания. Он задумался, он осознал бренность мира и так далее. Это очень сложно всегда визуализировать. То есть вот ты не поймёшь, человек сидит на диване, он там задумался о бренности мира или о том, чтобы ему яичницу пожарили. Да, пельмени съесть. Когда мы рассказываем историю через действие, когда мы говорим, когда мы показываем, например, ты утром встала, подобрала красивую одежду или твой ассистент подобрал тебе красивую одежду, и этой одежды оказалось внезапно много на рейлинге. Куда это ты едешь? Ты едешь, он оказывается, на съёмку. Почему так много красивой одежды с собой? То есть ты всё показываешь через действие и при этом раскрываешь суть. За этим интересно следить. Это сценарный подход. И когда мы используем сценарный подход, такой текст, он будет классно работать И как пост, потому что людям интересно читать то, что похоже на сценарий, а не просто, знаешь, рассуждение пейзажа. И это отлично перекладывается в сториз. То есть я иногда могу сделать посты отдельно сториз, а могу сделать, например, один, ну, взять, например, продублировать как пост и как сториз текст. Потому что одни смотрят в Телеграме, а другие смотрят сторизы. Опять же, еще один способ экономить время на создании контента. И ты еще сказала, что у тебя есть, у твоих людей, у них есть такое убеждение, что они пока маленькие, им сложно начать. И они могут как эту историю воспринять? Что ты рассказала про праздник, у тебя много красивой одежды, похвасталась. И нам важно, чтобы этого ощущения не было. Нам важно, чтобы люди увидели сопричастность, чтобы они увидели ценность этой истории для себя. Чтобы они увидели, что они через какое-то время могут также делегировать и также наслаждаться этим процессом. Абсолютно. И когда ты, например, раскрываешь им это через то, что первые съемки у тебя же вряд ли такими были? Нет. Ну, не такими, вообще не такими. Вообще не такими, да? И ты можешь просто показать, что вот этот первый шаг, например, он у тебя был другим, да? Чтобы они не боялись, то есть снять им вот эту тревогу, снять им значимость. И показать им, что первый шаг может быть гораздо более простым. Ты можешь прямо показать, что и ты с другого начинала, и людям как рекомендацию дать вот тот самый полезный контент, только он хорошо работает, когда он в связке со старителлингом. Ты им даешь какое-то решение. Вот какое решение ты бы посоветовала своей аудитории? Нанять профессионалов. Нанять профессионалов. Супер, хорошо. Серьезно. Ну, это, я, кстати, с этим абсолютно согласна. Скажи мне, их эта рекомендация порадует или напугает? Кого-то, кто предприниматель, порадует. А кто для себя важен как аудитория? Предприниматель. Для меня важны владельцы бизнеса, которых работают сотрудники, которые понимают ценность делегирования своего часа. Для меня, для меня важны, да, такая аудитория. Среди клиентов системы, на самом деле, много экспертов, которые еще только к этому идут, и им ассистента пока тоже не нанимают, допустим, ассистента. И для них это может быть слишком пока большой бюджет. Ну, как-то так. Но если мы говорим относительно меняем моего контакта с аудиторией, то это, безусловно, люди, которые строят управляемые системы. Супер. То есть это ложится прекрасно тогда в твою ценность, все, и тогда ты можешь дать именно такую рекомендацию. Потому что аудитория твоего уровня, это отлично заходит и подходит. И все. И у тебя получился старителлинг, польза, людям понятное решение, твои лайфхаки, и плюс ты раскрыла свои ценности, показала, что это праздник, и показала как раз, ну, это как некий такой, правда, красивый, кайфовый процесс, и себя как классного эксперта, который этот процесс создает. Дорогие, я, как всегда, пользуюсь служебным положением. Сегодня получила просто прекрасный пример, как из классного события в моей жизни можно было бы, и я, кстати, попробую его обязательно сделать, вот такой классный сторителлинг. Что я рекомендую вам? Двигаться в эту сторону, пробовать, да? И подарок у нас, конечно же, который позволит вам сделать первый или десятый, но осознанный шаг в сторителлинг. Марина, что это будет? Это будет классный, классный такой гайд, классное руководство. 20 идей сторителлинга для экспертов. Там все темы, все вопросы таким образом сформулированы, что они помогают вам раскачаться. Мне вот очень часто клиенты говорят, Марина, как ты вообще-таки коучинговые раскрывающие вопросы задаешь, что там вот раз, и просто включается мозг, и включается вот этот поток на генерацию контента. Вот там как раз 20 таких вопросов, которые супер просто помогут раскачаться, начать и совершенно точно взять и прямо сегодня рассказать какую-то интересную историю о своем рабочем дне и о том, что с вами происходит классно. Кайф. Ну что, мы в описании расскажем, как получить этот подарок, потому что мы еще не придумали как, мы просто придумаем и напишем. Да. Вот. Мы в описании к этому ролику расскажем, как получить этот особенный подарок. От вас мы ждем впечатления, комментарии, рекомендации, и благодарю вас за то, что вы со мной на этом канале. С вами была Мария Заренок, и в гостях у меня была Марина Васильева.